привет это планеткрафтер и сегодня сегодня у нас очень важный день потому что мы наконец-то избавляемся от солнечных панелей и витревых витревых думаю вначале сказать мельница но это слабо похоже на мельница ну ладно пускай будут ветровые медленницы а как они здесь кстати называется подожди минуточку я забыл это турбина ветряная турбина вот короче мы от них избавлялись потому что мы сегодня с тобой сделаем огромный ядерный реактор который будет питать весь марс вот нужно сделать стержень для этого нужно 9 урана 9 урана у меня есть он лежит в сейфе вот здесь вот смотри уран хранится радиоактивный уран который хранится в себе боже мой какой я идиот да это радиация она же опасна для здоровья но тем не менее значит могу сделать стержень без проблем либо либо уран пустить на реактивный двигатель и сделать ранец 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 но для этого нужно куча иридия потому что на один ракетный двигатель нужен вот такой вот иридиевый стержень ракетные ранец состоит из двух ракетных двигателей как бы понятно да на одном не полетаешь поэтому нужно два таких стержня придется заморочиться и 4 урана еще короче проще сделать урановые стержень и построить ты сам уже понял что значит берем уран берем уран 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 вот вроде бы нужное количество делаем значит стержень а в смысле смысле а в смысле у меня урана не хватает а точно не шура на не хватало буквально одного одного урана мне хватал придется сейчас чесать и капец вот это подстава так жрачка есть кислород есть бутылка воды ничего пошли за ураном тогда погнали но пока я бегу туда никуда нужно потому что уран у нас вон там вот я знаю где он находится вон там в той стороне я читал комментарии мне говорят ну ты чё ты в развалинах бегал ты чё там не мог просто разобрать своим пестиком мешающие тебе блоки металлические ну ты совсем чокнутый я такой блин реально можно же было разобрать а я что-то не использовал свой пестик для этих дел думаю ну ладно хорошо потом сказали где иридиевая пещера там есть какой-то золотой сундук нужно там хорошенечко пошариться и такой опаре по почесал думаю да реально надо быть почесать там все хорошенечко во всех закоулках значит вот эту штуку вроде как можно разобрать да показывают же тебе типа ну разбери ты вот это своим молоточком сейчас разберем разбирай вот и все вот тебе и пароход единственное жалко что а нет железо дали я думал вначале что за это железо не дадут она железо дали значит вот тебе огромный корабль пожалуйста здесь заперто двери разобрать к сожалению нельзя это не очень круто нужно было сюда с ноутбуком притащить вся и подключить вся и открыть дверь к хакер а может я не хакер блин как долго она разбирается значит мы проникли в центр корабля примерно где-то мы в центре находимся в ящик открывайся давай опа об блин вот же я вообще ну как так можно было идти не выгрузив уран вот скажите мне что ж я за чунгачку кто такой все разгрузилась по быстренькому разгрузился вот это все забираем кстати и уран между прочим в принципе вот и все урана мы достали в нужном количестве сейфик мы разбираем идем смотреть что есть еще я хочу на капитанскую рубку забраться вот тут можно подняться вот тут можно пройти ухты сколько тут капсул с растениями о ящик небольшой невозможно разобрать инвентарь заполнен так мы сейчас его почистим микрочип это хорошо теперь разбираем тут вроде бы больше ничего не то можно теперь подниматься наверх хотя можно еще и здесь пройти смотри в ящиках поковыряться вот тут что-то какие-то семена лежат подобрать их нельзя турбина пожалуйста вот возьми отнеси и на одну турбину меньше делать нужно для реактивного ранца но нет я же ленивая жопа я отсюда не потащу ничего то что не вмещается мой рюкзак то не тащится а чё я наверх не могу подняться эта лестница не предназначена для тебя подаван поднимайся при помощи своей телепатии как туда взобраться если есть лестница вот ручечки протяни может посередине встать как-то нет нифига а все разобрался может подняться вот взобраться я поднялся отлично правда кислорода опять маловато может найду капсулу с кислородом у сколько здесь его интересного еще один чип это шикар от еще сейф урок и люди вы стежи и еще уран и иридий блин железо тогда наверно мы здесь оставим иридий возьму короче освободил место пожертвовал железо в этот сундук пойду еще посмотрю что тут можно взять здесь заперто все что ли смотри-ка семена фасоль нашу надо их забрать у меня фасоль еще не было короче вернулся еще раз вот сюда к ракетному двигателю я не знаю почему у меня с первого раза не взялось но сейчас я его могу взять и семена могу взять блин место надо спать где ракетный двигатель сколько занимает одну ячейку это получается мне еще один ракетный двигатель и в принципе все блин у меня уже инвентарь забит их придется возвращаться кислород уже кончается все тогда возвращаемся на базу дома наконец-то сейчас я вначале изучу расшифрую микрочипы который нашел значит получи новый чертеж сапоги ловкости чудно и получи новый чертеж какой-то купер крутой компас сейчас я его посмотрю вот микрочип компас добавляет компас на ваш экран ну такой себе я уже так ориентируюсь без компаса а вот насчет сапог я думаю что мы можем их сейчас прям сделать берем вот такие вот супер сплавы а нет не сделаем у меня ткани мало блин супер сплав тогда выкидываем поднялись с тобой на второй этаж чтобы зайти вот в этот удивительный огромный верстак посмотреть все ли супер сплав все равно нужен хотя один супер сплав нам понадобится для реактивного двигателя значит сейчас у нас будет тогда ракетный двигатель готов опа вот сделали есть вероятность что мы бы еще один нашли в разбитом корабле но чё-то как-то лениво искать я сейчас просто возьму и сделаю реактивный ранец вот он такой вот чудный здоровенный реактивный ранец который мы надеваем или одеваем как правильно надеваем или одеваем одевать одежду надевать башмаки носки вот значит немножечко русского языка давай взлетай реактивный ранец работает кажется на два раза нажать да и а нифига себе вон как мы летаем подожди а он топлива ну в смысле как бы он окончается нет вверх могу взлететь да у нифига себе ничего себе а как высоко я могу взлететь но не шибкой я сразу вниз опускаюсь то есть вот это максимальная величина то есть в два этажа а если от дома вот я подлетел ну да то есть получается вот максимальная высота но я почему-то резко так падаю смотри это же дождь пошел да ну нафиг да ну мофиг дожди напалил обалдеть ну тогда в честь этого можно и водички бахнуть а ты на песок посмотри на песок словно влажненький стал ладно не буду на этом заморачиваться это все конечно классно нам нужно теперь ядерный реактор здесь сколько у меня урана осталось а урана у меня ровно девять это круто значит еще часы урановый стержень сделаю и урановый ядерный реактор сделаем вообще в легкую спускаемся вниз ядерный реактор вот он нужна вода и суперсплав значит суперсплав нам все-таки понадобится у меня тут еще рядышком суперсплавная пещера есть вон там надо туда кстати заглянуть как там растопилась не на растопилась у меня значит вода где бутылки воды и в принципе все готово две бутылки есть ядерный реактор я размещу ну наверное вот здесь вот где и все у меня электро добывающие установки ядерный реактор не такой уж и большой как я думаю будут как мое здание примерно но нет значит тогда поставим вот здесь вот нет не здесь давай здесь вот во главе всего да сколько электричества теперь я ну-ка восемьдесят шесть киловатт в секунду вырабатывает ядерная электростанция ну что неплохо дальше нам нужно чтобы здесь уже начала травка расти пора бы уже раз дождик пошел а для этого нам понадобится флора стенд b3 который мы уже сможем разместить на улице ну что пойдем заскочим посмотрим о пещерка то вся растопилась и тут у нас еще осмей осмей прям смотри туда вглубь можно сходить что у нас от сера есть осмей сундук какой-то сундук давай посмотрим что здесь у нас этом сундучки оху а это что такое удобрение и чип ладно пускай тут все пока полежит мы сюда обязательно вернемся для флора стенда b3 я все собрал сейчас мы его здесь разместим такую вот маленькую капсулку рядом с домом давай лучше поставим вот в окно чтоб видно было хотя там все заставлено блин ладно давай вот тот тот где-нибудь на ровной поверхности да давай на горке вообще чё я мудрю ростова здесь это шлепнем и туда поставим у меня есть фасоль нет фасоли туда садить не буду да да туда и не посадится но буду прикольно просить фасоль на улице фасоль мы посадим вот сюда так это я забрал фасоль сажая сюда это отправляем в этот сейф я тебе его показал нет еда и семья здесь у меня в сейфе значит я возьму какая у нас 200 процентов 300 150 400 процентов коэффициент кислорода вот это мы берем значит это и посадим еще микрочип нужно же конечно же открыть сейчас расшифровать получен новый чертеж угол жилого отсека а по сообщению чё-то пришло кому будет отправлено это сообщение я планетный создатель отправленный на планету мигория 3 если вы получите это сообщение значит вы рядом может быть вы тоже планетный создатель погода ужасная и у меня заканчиваются ресурсы в этом бесплодном мире недостаточно для терраформирования ресурсов я не знаю почему я выбрал это смерть была бы приятнее чем этот ад если кто-то может прислать мне помощь пожалуйста помогите какое какое печальное сообщение дружище но у меня конечно обстановочку получше чем у тебя ух я тут справляюсь еще на чем местных а конечно конечно флора стенд b3 нам нужно туда посадить цветочек ухты какой смотри как он быстро растет так небо еще один флора стенд здесь был бы неплохо а еще у меня открылся вот такой вот нагреватель т3 но для него нужен и иди вы стержень а еще у меня открылась смотри пусковая платформа для ракеты которую мы с тобой построим и видимо полетим на планету спасать того пацана также нам еще нужно построить биокупол для него все ресурсы они где-то здесь валяются но мы сейчас летаем за иридием сперва как же круто что я сделал реактивный ранец на нем так приятно путешествовать по этим огромным марсианским землям никакой марсоход здесь не нужен значит ледяная пещера которая здесь была где тут это вон она вон она глыба льда которая закрывала пещеру я так полагаю что эта пещера ведет именно к пещере с иридиумом возможно мы туда сейчас залетим вот так вот через щели проберемся хо действительно это иридиевая пещера но вот значит и с радостью здесь все собираем и кобальт заодно он нам нужен для как там эта штука называется а вот для биокупола а еще нам нужно здесь найти золотой сумму про который мне писали в комментариях и сказали что он где-то в углу пойдем в этот угол и слетаем учитывая что я на ракетном ранце то будет найти его не проблема в принципе где-то где ты здесь нет это не видимо не тот угол он реально золотой сундук что ли смотри как он освещивает не части но вроде как написано что обычный а нет это обычный синий сундук просто он от цвета такого желтого кажется что он золотой на что у нас здесь у нас здесь уран микрочип еда принципе место у меня закончилось значит что я наверное вот это съем кислород кончается надо по ходу возвращаться смотрим чудо с нам микрочип расшифровываем его получен новый чертеж перерабатывающая машина значит ириди берем ой сколько сколько тут много у меня всякого достаточно вроде бы лесенка здесь поднимаемся и делаем иридиевый стержень вот а также я еще могу сделать рюкзак третьего уровня и кислородный баллон может быть этим пора уже заняться пойду быстренько соберу эти суперсплавы эти разноцветные камушки снимем свой кислородный баллон и рюкзак сколько все повываливалась блин я забываю вещи когда снимаю рюкзак у меня все нафиг выпадает благо у меня иридиевый серый не потерялся а то мог бы за текстур куда-нибудь вылететь все наконец-то я делаю этот рюкзак как же он меня замучил но зато смотри сколько у меня место теперь делаем кислородный баллон и сколько кислорода у меня теперь 370 ну вообще офигеть ну что биокупол мы будем ставить в противоположной стороне от наших ядерных реакторов и прочего прочего день правне это есть место но пускай допустим вот здесь вот вот наверное развернуть нужно было до двери совсем с другой стороны их вообще нету ну тогда мы сейчас их сделаем вот здесь они у нас будут удобно сюда заходить и самое главное тут есть отличный компьютер показать интерфейс значит биомасса 0 грамм биолабораторию мы можем здесь открыть генератор водорослей ракета с биомассой до короче для этого нам нужно граммы где-то набирать или килограмм но скорее все это граммы где-нибудь хотя бы написали как эти граммы получать может быть в перерабатывающей машине что написано позволяет разбивать объект извлекать его основные ингредиенты слушай о получи новый чертеж разбрасыватель травы о вот что нам нужно но сперва хочу перерабатывающую машину построить значит делаем микрочип разборка два штука нам а магний закончился но он же у нас был где-то здесь вот вот и бегать даже никуда не надо а теперь бежим на улицу разборку разборку где мы поставим разборку вот тут сбоку может быть она какая вообще а так это внутри дома надо ставить внутри капсулу наверно а тогда можно наверху вот так вот какая интересная штука у меня даже есть что разобрать я когда только начинал играть напрудил ту целую кучу кислородных баллонов перепутав их с кислородной капсулой вот сейчас мы их и разберем обратно вставляем их в эту чуду машину а нужно перевернуть там короче смотри ящик стоит к нему подходишь открываешь и закидываешь а теперь как то надо включить кнопку вот забавно как а давай еще кнопку нажимаешь и вот тебе и появляются вот эти штуки и последний кубка у меня тут материал то посмотри кобальта сразу навалил то нормально так знатненько ну спасибо тебе чудо машинка выручила но вот метеоритный дождь начался я только захотел себе угловой кабинет сделать ну ну вот как так можно-то угловой кабинет на втором этаже может шлёпнуть а вот такой вот смотри разверну вот так вот хочу давай бомбанем посмотрим как это выглядит внутри мегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу блин какой балкон шикарный надо еще одну построить по-любому нету как раз метеоритные дождь материальчики подкинет так что можно строить Ну, это просто бомбически сейчас будет Офигенный Вот тут вот надо кровать ставить Вот тут Ну, чума же, а Ну, посмотри, какая красотень Можно, короче, сделать третий этаж Чисто вот такой вот круглый Как смотровую площадку Будет опупительно Ну, а теперь, наверное, займемся разбрасыванием травы Нужно семя лирмы У меня, кстати, вот она, семя лирмы Давай мы ее заберем А сюда посадим что-нибудь, ну, реально стоящее Например, вот такие вот семена Нульно Или что там было написано? Нульно, реально Пускай она здесь и растет Все готово Будем сейчас где-то делать траву Где-то делать траву, ну, наверное, вот здесь Вот, давай попробуем Сейчас, воткнем вот эту штуку Вот, она зону даже показывает Ну, да, давай вот здесь вот Мы, наверное, может не здесь, может на заднем дворике Типа реально сделать задний дворик И ты такой сюда выходишь И здесь вот травушка, муравушка Красота Ну-ка Вот как этот распылитель выглядит И, по идее Ну, что началось-то? Траву ращу Мне слонаться надо А ты-то мне тут пылищу нагоняешь Почему? Давай посмотрим, что у нас тут по стенду По стенду А, вот, написано же Дождь есть И этапы терформирования у нас практически 65% Почти готова планета для озеленения Трава там еще не растет О, типа, смотри, травушка растет Красота-то какая Блин, еще не желтило небо Ну, наконец-то Небо не желтит и мы можем насладиться травой Не только на земле Но и на Марсе Прорастает По чуточку Поставим, значит, еще одну Вот с этой стороны Чтобы с балкончику наблюдать за травой Будет вообще офигеть Там уже, смотри, какая она выросла-то Какая она мышечная Хотя ближе подходишь Она редеет Как-то Меньше становится Ну, и осталось на сегодня Заглючительное задание Это построить Вот этот нагреватель Т-3 Для которого мы и делали Собственно, стержень Так, я не понял Почему его здесь нельзя поставить Он такой здоровенный Неужели его в доме надо? О, его в доме надо Как-то это не круто Ну, тогда этот нагреватель Поставим вот здесь Вот, в уголку Вот так вот Все И электричество у нас кончилось Даже ядерный реактор не спас нас Можно посмотреть Сколько нам электричества надо 255 потребления А у нас 250 Ну, 5 киловатт, короче Нам не хватило Какая-то фигня Готово Вернули электричество Ну, и, наверное, на сегодня Хватит С нас открытий Всего-всего И много мы сделали Просто капец как Везде полетали Лед растопили Корабль изучили Надо будет еще потом В другой корабль сходить Тоже изучить его И, конечно же Забраться туда наверх В горы Где мы видели балки Теперь с ранцем Это будет намного проще Ну, а если тебе нравится Эта игру То не забывай Ставить лайк под ней И подписываться Если ты еще не подписываешь Чтобы не пропустить Следующих крутых роликов На которых мы, собственно, Увидимся Так что до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok